В конце апреля в Московской областной думе открылась выставка Расти, выставка, посвященная детям с расстройством аутистического спектра. 28 фотографий и 4 картины. За каждой из них истории взлетов и падений особенных детей из Сергея Посада, Пушкина, Ивантеевки, Химок и других городов Подмосковья. На этой выставке побывала наш корреспондент Елена Бадалян. Дети, которые посещают центры «Время надежды» и «Оптимист», звезды фото-выставки Расти, которая открылась в Мособолдуме в апреле. 27 снимков, 27 уникальных историй о том, как особенные дети Сергея Посада, Пушкина, Ивантеевки и Химок познают мир и раскрывают свои таланты. Максим вообще целый круговер занятий, он постоянно трудится, но на самом деле это не бесполезный труд, конечно же. Он у нас пошел в ресурсный класс. Максиму Миронову 10 лет. Он любит рисовать и заниматься спортом, а еще посещает центр «Время надежды», потому что он особенный ребенок. «Ребенок с расстройством аутистического спектра». Однозначно прогресс у нас есть. Это и в речи, и в коммуникации, и в физических способностях ребенка. Организаторы выставки, благотворительный фонд Александра Легкова «Вместе легко» и комитет Мособолдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике старались показать детей с расстройством аутистического спектра как способных, талантливых и готовых стать полноценными членами общества. «Мы можем вместе дальше двигаться по жизни и помогать им развиваться, потому что они действительно очень талантливые. У нас все получится. Я знаю точно, если человек что-то хочет, он обязательно в этой жизни добьется». На открытии выставки в центре внимания не только герои снимков, но и их авторы. Это и профессиональные фотографы, и специалисты реабилитационных центров, и студенты Сергея Вапасадского филиала в ГИК. «Поработать фотографом было немножечко сложно, но при этом интересно». «Очень хотелось узнать, как дети вообще относятся к кадру, как они смотрят, реагируют на камеру. Они ее как будто не видят, они не обращают на нее внимания. Если обычный человек смотрит на камеру и просто боится ее, и начинает притворяться, то эти дети открыты, для них просто нас не существовало». На сегодняшний день в России каждый 88-й ребенок рождается с расстройством аутистического спектра. Помощь в социализации и поддержка детей с диагнозом аутизма их семей, открытие реабилитационных центров и разработка новых коррекционных программ – именно в этом нуждаются люди, которых называют особенными. Елена Бодолян, Сергей Кошайкин, программа «Утро». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова